Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами регулярно встречаемся в преддверии дня Конституции России. Вот уже 13 лет основной закон нашего государства является прочной правовой базой, правовым фундаментом жизни нашего государства, общества и отдельных граждан. Мы все глубже понимаем, насколько важно уважение и строгое следование Конституции и со стороны государства, и со стороны граждан страны. Конституционный суд является главным хранителем и толкователем основного закона. Ради этой высокой цели он был создан и уже 15 лет с честью выполняет свою высокую миссию. Вы следите не только за неукоснительным исполнением Конституции, но и за приматом ее верховинства. Правовые позиции Конституционного суда позволяют раскрывать глубокое содержание положения основного закона и их взаимосвязи, что в свою очередь обеспечивает единообразное понимание Конституции. И должен еще раз поблагодарить вас за ту работу, которую вы провели в этой сфере, в сфере именно единообразного понимания основных положений Конституции. Конституционный суд дает необходимые ориентиры и законодателям, и судам, иным правоприменителям. Первостепенное значение, первостепенное место в деятельности суда заслуженно отводят защите прав и свобод граждан России. Они широко используют возможность прямого обращения к вам для решения проблем, которые их особенно беспокоят и волнуют. Огромный поток жалоб относится, прежде всего, к сфере защиты социальных прав. В этой связи я отмечу решение, касающееся законодательных норм, устанавливающих запрет на приватизацию жилья, предоставляемого гражданам после 1 марта 2005 года. Данные нормы были признаны судом, не соответствующими Конституции. И очевидно, что для граждан страны, для огромного количества наших граждан, это решение имело большое социальное значение. На прошлой встрече мы говорили по широкому кругу проблем и выставили очень много вопросов. Вы знаете, что по всем этим вопросам идет работа на разных стадиях законодательного оформления. Некоторые вопросы решены. Например, вы говорили о необходимости восстановления в уголовном законодательстве конфискации имущества по некоторым видам преступления. Вы знаете, что вопрос закрыт. Решение принято. Полагаю, что сегодня мы продолжим обсуждение проблем, которые вы считаете наиболее важными и насущными. Это будет касаться широкого круга вопросов, поскольку в Конституционный суд фактически в каждой сфере жизнедеятельности государства имеют либо прямое, либо косвенное отношение. На этом я бы хотел закончить. Петя Ильич, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!